Ну что, друзья, вот теперь уж точно, как говорится, дождались. Вышла полная версия игры под названием Trans-Siberian Railway Simulator. Не какой-то там пролог, демо, всё, уже официальная игра, всё, купил в Steam. Сейчас будем проходить. Друзья, всем привет, с вами Коляныч, добро пожаловать на канал Коляныч Play. И сегодня я решил зайти в Steam и смотрю, вышла игра. Конечно, сразу её купил, скачал. Всё, поэтому давайте начинать. Новая игра. Сюжетный, сюжетный, сюжетный. Название профиля, название профиля очень просто. Так, понял. Ну вот, просто вот так вот. Без всяких цифрок. Запускаем. Хотите пропустить обучение? Ну, кстати, как будто бы да, потому что я пролог и демо проходил, я два раза прошёл одно и то же, так что давай пропустим обучение. Фух. Назначил клавиши сейчас ещё раз. На тормоз, газ. Обязательно сейчас это всё посмотрим. На самом деле, очень долго не могла игра выйти. Я просто посмотрел свои ролики. Ну, в смысле, когда они выходили. Это было... Последний ролик по прологу выходил пять месяцев назад. Вот. То есть это достаточно большой срок. Так, и что? Что-то пока чёрный экран просто. Там работает, нет? Что-то я как-то нервничаю. О, загрузка пошла. Это хорошо. Да, друзья. Я думаю, у нас будет прохождение... Ну, трансфобионный жаловый симулятор, соответственно. Там, ну... Не кажете, не конечно. Но вот... Пятница, суббота, суббота, суббота я попробую. А, я не сказал. Главное-то. Собственно, игра вышла прямо вот-вот-вот-вот. Только что. 30 мая. То бишь, в четверг. Вот, в пятницу сейчас засел записывать. Когда эта серия выйдет, не знаю. Может быть, в пятницу, может быть, в субботу. Пассажиры и железнодорожники. Частный перевозчик товарищ Миша принят обратно на грузовую линию. Желаем вам приятного и безопасного путешествия. Так, ну, в общем, я понял, друзья. Мне, походу, придётся в третий раз... В третий раз... ...проходить вот это вот всё. Фух. Да-да-да-да-да-да-да-да, спасибо. Вспомни, сколько времени у нас у Флана то, чтобы убедить директора заново оформить третьего лицензия. Он сказал, что у него много заказов на перевозку по маршруту до Красноярска. И его нельзя подвезти. Так Красноярска! ...попадёшь в булок. Прежде чем приступить к работе, вспомни, как управлять локомотивом. Так, ну окей, ну тогда, друзья, давайте, значит, всё по старой схеме, да, сейчас я тут, не знаю, минут сорок, наверное, буду, если не больше, ехать до того места, которое было в прологе последней. Я думаю, что, в общем-то, вы посмотрели, а если не посмотрели, то сейчас где-то выскочит тут фигулька, посмотрите, там всё в серии есть. Или пройти? Вот не знаю, кстати. А ну давайте сейчас подумаю и вернусь. Так, друзья, наверное, давайте я всё-таки начну проходить заново игру, ну в плане вот полностью, да, чтобы у вас какая-то общая... Я думал, что ты бросил пить. Нет, не бросил ещё. Вот. А ты, типа, намекнул, что я на работе пью или что? Ну, в общем, да, давайте, наверное, лучше пройду. Так, значит, купим сначала пивка. Так, инвентарь, всё, это я всё вспомнил. Ну, я не знаю, можно... Вот так вот, да. Консервов побольше купим. Шпротов, шпротов. Чё, правда, в долларах, если я вроде бы в Новосибирске. Ну да ладно. Фонарик купим. Давай вот это тоже купим. Просто я не знаю, в прологе-то я прошёл и что-нибудь купить. Хочу, хочу, спасибо. Яблочки, 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 яблочки. Другие яблочки. Бананы купим. О! Кстати, по-моему, в прологе не было, да, вот этого добавленного в инвентаре? По-моему, не было. Так, и давайте этих ещё купим. Так, инвентарь, соответственно, большой вот. Да, всё, окей. Бегать, соответственно, вот так. Присесть, контрол. А, зажать, присесть, понял. Так, тут у нас капусту давай возьмём, морковка. Оп-оп, я же ещё сейчас деньги буду зарабатывать. Да, ну просто я так подумал, что реально, и те, кто смотрели, они пролиснут. Вот, типа, тут пару раз нажать на пропустить. А вот те, кто не смотрел, и у них как-то это, у них, получается, не сложится картина общая, да, и им придётся как-то на отдельное видео заходить. Мне кажется, просто удобнее будет реально одно видео посмотреть. Вот, так что, нож, ну давай купим один. Не знаю, овощи, фрукты порезать. Так, а у тебя хлеб, да? Ну да, всё, хлеб, кстати, можно побольше купить. Так, у меня аж 812 баксов осталось. Магазин мафии. Пойдём. Мы тут пройдём? По-моему, тут не пройдём, да? Перепрыгнуть. Понял, прыгать он не умеет высоко. Ладно. Перелезать, наверное, тоже. Ну, так пошли вот сюда. Пойдём сюда. Жалко, конечно, что нет возможности как-то начать с того места, с которого это. Ну, ладно уже, уже так, пойдём. Так, ещё у нас же есть со стола состояние персонажа. Голод, жажда, алкоголь, похмелье, болезнь, гипотермия. Так, магазин мафии. Это я сейчас там оружие залутаю, насколько я помню. И пойдём уже в электровоз, снова менять скоростемер. Всё как полагается. Так, тут. Ну, в общем, да, тут. Походу, не один я на железнодороге работаю, да? Тут очень много людей. Ну, собственно, это... Новосибирск главный. Железнодорожная станция. Много вон работников ходит. А, я... Что? Ой, тихо, не надо. А то порублю ещё кого-нибудь. Так, тут я, соответственно... Ну, вот тут ещё один работник сидит. Месяца. Грэпфрут? Нифига. А я тогда его находил, я не помню уже. Сельдерей. Ну, заберём сельдерей. Поедим. Так, вот тут давай сейчас оружие возьмём. Подожди. Здесь же, да, они сейчас что-то... Выход из ГУЛАГа, это как попадание в новый мир. Тем не менее, у нас всё по-прежнему. Здесь строгие правила. И самая главная преданность начальству. Ты не можешь нас подвести. Потому что второго шанса не будет. Так, понял. Да, тут есть вот какая-то вот организация ГУЛАГ. Я думаю, по ходу прохождения игры. Поэтому, друзья, кстати, рекомендую подписаться на канал. Да, потому что прохождение игры всё-таки я целиком буду... Пройду. По поводу НФС. НФС тоже буду проходить. Ну, так, буду так, миксовать. Денёк это, денёк НФС. Ну, или там два подряд. Ну, посмотрим. Вот, давайте сейчас у них заберём оружие. Аккуратненько. Сейчас меня, правда, будут бить. Калашников 300. Не, не, подожди. Не, 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 не. Стой, 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 стой. Я просто, насколько помню... Вот, видишь, я у них, типа, могу всё это купить. А можно сделать... Не, не так. Чего? Вот так вот. Во, всё. С первого раза что-то не получилось. Так, друзья, тут ничего такого. Просто, просто игра такая. Во, и бесплатно могу забрать. Халява. Да, там, наверное, сейчас я какой-то поменял суть игры, да? Ну, в смысле, я имею в виду этот... Может, я немножко игру поменял ход игры. Вот. Тут же всё-таки есть какой-то сюжет, наверное. Как-то тут это всё меняется. Может, кто-то все по-разному пройдут. Ну, посмотрим. Зато бесплатно заутались. Так, всё, пойдём к электровозу. Ещё грейпфрут. Вот это вкусно. Так. Так. Всё, никто, никого нету. Хвоста нет. Всё, пойдём. Пойдём в электровоз. И просто такой зашёл. Мда. Ну, такая игра, что раз игра позволяет. Кстати, как мне, я помню, писали... Что можно убить и вот тех торговцев, и у них всё бесплатно забрать. Ну, как-то там, прям на людях. Меня тогда убили, я помню. Я это проверил. Мне в комментариях-то тоже написали. В какой-то из серии. Я в следующий проверил. Меня по итогу просто убили. Мне пришлось заново проходить. Не хочу повторять свои ошибки. Так, я в электровоз, да? Заходить. Скорее всего, да. О, сейчас ещё же этот запуск будет долгий. Эть. Оп. Залезли. Закрыли. Так, и чего? А, или что? Подожди, какая задача-то у нас? Станция Новосибирск главной готова к перевозке. Они стоят на восьмом пути у третьей платформы. Так, окей, наверное, сейчас надо... Локомотив снова, да? Прицепление вагонов на станции Новосибирск главной. Подожди. А, я типа вот это обучение пропустил. Ты чего? Как я поеду-то? Стой. А... Эээ... Я просто думал, что я пропущу то, что в прологе было, а не вот то, что сейчас мне нужно какие-то кнопки нажимать. Ну, пипец. Тут никак нельзя, как бы, обратно обучение вернуть. Нет? Блин, ну вот как я мог, а? Просто. Фух. Так, ну я не знаю, друзья. Давай сейчас тогда попробую запуститься. Как-нибудь. И... Вернусь. К вам. Фух. Ну что, друзья. Все, запустил я локомотив. Как говорит, слава богу, что я прошел уже пролог и демо, я свое видео открыл, просто по нему все сделал. Все, сейчас мы, соответственно, ставим рукоятку в первое положение и должны поехать. Все, да, поехали. Все, окей. Можно даже во второе поставить. Чтобы побыстрее. Все, да, хорошо, что было видео, реально, по нему все просто сделал и все. Сейчас, чтобы не соврать, ну минут 20, наверное, у меня ушло. На это, потому что там надо было... Сначала бежать в этот... В первую секцию, как это вот... В машинное отделение. Во, воно самое. Вот сюда вот. Потом вот в то. Не, сначала вот в то, потом в это. Потом в этой кабине включать. Потом в ту кабину бежать. В общем, да, тут я побегал уже. Поэтому все, давайте тогда аккуратно. Поедем. Соответственно, нам нужно также прицепить вагоны. Так, и подождите, я тягу уже настроил. Да. Только... Единственное, что у меня не пишется почему-то. Ну, типа, сколько я поставил. Ну, нету, вот как в Train Sim World, да, вот справа обычно у них выскакивают, типа, всякие штучки, что я там... Там только приемник убрал, фары включил, там, и так далее. Тормоз, газ, то есть все это писалось в процентах, там, или в положениях. А тут такого нету, к сожалению. Так, а стрелка? Точно, стрелка там правильно стоит, только мне ее нужно единственное проехать. Я, кстати, еще настроил уже... Тифон и свисток. Это свисток? Это тифон. Все, нормально. Ну, в смысле, на клавиатуре. Так просто удобнее будет. Так, все, поехали. Давай сейчас буду максимально внимательнее, чтобы там на мосту опять не врезаться. Вот. Ну, я, кстати, не знаю, насколько получится у меня далеко пройти. Потому что все-таки я это проходил. Уже. По второму разу, конечно... Да, ну, для тех, кто смотрит первый раз, да, вот, смотрите. Сейчас аккуратненько будем проходить. А для тех, кто по второму разу, думаю, они уже все пролистали. И уже смотрят там самый конец, где будет что-то новое. Так, это давай уберем. Давай потихонечку тормозить будем. Не, даже не в ту сторону. А, не, правильно, все правильно. Подожди, это... Это экстренное, нет? Экстренное... Экстренное вот экстренное, верно? Подожди, надо... Отпуск. И вот это вот. Чтобы у нас этот... Не уехал. Так, ну и пойдем. Прогуляемся. Стрелку я проехал. Да, все нормально. Кстати, хорошо встал. Ну, в смысле, я имею в виду, нормально. Не близко, не далеко. Вот жалко, интерфейс нельзя убрать. Вот опять-таки я к своему возвращаюсь. Там, да, ни на какую кнопку это не делается. Так, все, давай. Значит, переключаем стрелку. Одним нажатием, там, никаких этих... Кстати, интересно, в Новосибирске реально вот эти стрелки, они ручные? Или все-таки там уже систематизировано... А, ну, точно, я забыл, это же игра. Реалии российских 1980-х. Вот, то есть. Поэтому, скорее всего, да. Сейчас, наверное, все автоматизировано, все ДСП... Все, ДСП управляет. Так, соответственно, движение назад, да. Мы, получается, тут ставим... Вот, назад, реверс. Соответственно, ручник. Ну, в смысле, стояночный тормоз. Отпускаем. Это отпущено. Все, газ. Так, получается, нужно сделать... Подожди. Ну, типа, что я назад еду, два длинных. Так, ну и все, да, через режим осмотра давай смотреть. Насколько я тут... Да, скоростемер я поменял. То есть, все нормально. Я вспомнил, что его надо поменять. Из пролога. Так, ну я не знаю. Я вроде добавляю тягу, а ну, что-то не разгоняется. Хотя, может, не видно. Подожди, а ну... А, добавляю столько, когда я в салоне. Ну, кстати, возможно, это даже, ну, типа, хорошо. Да? Вполне себе. Почему бы нет? Наверное, ну, типа, безопасность и дела, да? Чтобы я вот... А, кстати, подожди. Что, безопасность? Стой, 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 стой. Все, давай убирать... Убираем. И давай... Давай этим тормозить. Им как-то проще тормозить, по-моему. Зеркала, жалко, не рабочие. Так, давай вот так аккуратненько подкатимся. Сейчас подразгонимся чуть-чуть. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Тягу убираем. Чуть притормаживаем. Так, и вот сейчас вроде бы... Ой, вот так давай подъедем. Там, по-моему, на скорости 5 нужно прицепляться. Блин, останавливаюсь. В ноль. Ну, что такое? Насколько я помню, да, там, типа, 5-7 км в час скорость прицепки. Попробуйте мне в комментариях. Ну, где-то, по-моему, так. Где-то, по-моему, так. Так, ну, давай-давай-давай-давай. Все, вот так уже подкатываюсь. Реально, тут сейчас скорость... Ну, все, да. Вот так я нормально, аккуратненько подкачусь. Вот тут-вот. Потому что все-таки это безопасность, да? Потому что если сильно врежешь, сцепку сломает, и все, как бы. Гейм-овер, как говорится. Так. И еще надо про мост не забыть, там тоже, что там красный. А для этого нужно на локомотивный светофор внимательнее смотреть. Так, а я, кстати, не помню, нужно будет выходить прицеплять, нет? Как будто, кстати, нужно будет. Я почему-то помню, что нужно будет. Так, вот, сейчас мы прицепимся. Там еще же только приемники пускать, точно. Ну, все, давай. Отцепите вагоны с углевной станции Новосибирск, главный на первом пути у шестой платформы. Максимальное время перевозки. Один час. Так, точно, мне сейчас сцепить надо. Ну, я так понимаю, все, они сцеплены, да? Поэтому давай. Тихо. Вот это. На это я не настраивал, на это я не настраивал. Так, давай, переводим, соответственно, в положение М. Один длинный и поехали. Все? Едем? Что-то не едем. А, ну правильно, я же с вагонами. Тяжелее трогаться. Не, едем, 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 все нормально. Все нормально. Форточку сейчас открыть можно. Ну, как-то не, зимой форточки открывать такая-то история. Давай пока перекусим. А что, я электровоз завел. Ну, включил. Так, одну съел. Вторую съел. Третью съел. А, зачем я едем-то? Подожди. Так, это у нас что? Давай похмелье уберем. Так, алкоголь. Ну, немножко. Ну, на работе. Че нет-то, да? Так, что еще? Во, молоко, чтобы жажду убрать. Молочко? Ну, так, просто, чтобы не пахло, да? Такие лайфхаки пошли уже. Так, ну, если что, это все понимают, да? Шутки, все дела. Игра в реальной жизни, конечно, на работе пить нельзя. Ни в коем случае. Вот, кстати, книжечки в L... Ой. Книжечки в L10, по-моему, уже не было, да? В прологе. Хотя, может, я забыл. Напишите в комментариях, кто смотрел, была ли там книжечка или нет. Давай, соответственно, мы разгоняемся до... Ну, до 60, да? Там желтый мигающий был. Впереди желтый. Вообще-то, значит, что со сниженной скоростью нужно ехать, да? Ну, вообще-то, да. Ну, ладно, если что, тормозить успеем. Тормоза хорошие. Долго-долго, конечно, все. Ну, а что поделать? Железная дорога. Это не самолет тебе. Так, сколько у нас? Ой. Тихо. Пождец, а тут работает же? Да, во-во-во. Если на скоростемерном вести, можно смотреть, сколько километров в час мы едем. Пока что 15. Можно, ну, до 40, наверное, разгоняться, да, свободно. Так, давайте пока вид снаружи посмотрим. Так, это какое положение? 11, а их всего сколько? Неизвестно. То есть разгоняется бодренько. Разгоняется бодренько, вполне. Так, сейчас давайте посмотрим, какое следующее показание будет. Я снаружи подсмотрю. Зеленый, вот. То есть вообще супер, можно ехать спокойно по стрелкам. По стрелкам, кстати, как будто лучше бы сейчас на пятерку поставить примерно, да? Вот так вот, чтобы мы там, ну, плюс-минус на выбеге ехали с небольшой тягой. Так, и давай снаружи посмотрим, как все это выглядит. Сколько вагонов, кстати, подожди. Раз, два, три. Не, блин, я так не посчитаю. Нужно, ну, потом посчитаю. Ладно, пока бежать буду там около моста. Там посчитаю. Ну, кстати, очень интересно реально, что будет дальше. После того, что я передам сумку на Новосибирск главный кому-то там. Потому что дальше... Я не знаю, что будет, потому что на этом, в общем-то, пролог и закончился, да? Я думаю, что обязательно мы в этой серии узнаем. Понятно, что эта серия будет долгой. Держи, ну, я думаю, все-таки интересно реально посмотреть. Новая игрушка, свежая. Надо было, правда, погудеть. А, я даже гудеть не могу. Запозданием немножечко, ну, пусть будет. Просто я же должен был, типа, предупредить перед переездом. Ну, ладно уже. Не важно. Так. Жалко, что нельзя присесть, как в серии символов. Оп, я нажал и вот так вот присел. Тут нельзя. Работаем стоя, что Россия. Так, через некоторое время вам нужно будет отпустить только приемник. Опускание пантограф обычно используется в местах, где есть контактная сеть. Например, на электрифицированных железнодорожных путях. И где есть участки, на которых контактная сеть не находится под напряжением. Окей. А так и приемник, это вот они, вот они, две штуки. Там же, по-моему, просто, да, включить, а потом... То есть надо, получается, скорость набрать, да? Давай, давай немножко разгонимся. Я же потом не смогу разогнаться без электрической тяги-то. Аккумуляторы, конечно, есть, но, по-моему, они немножко не для этого предназначены. Это ж не электробус тебе, да? Это электровоз. Все-таки. Так. Что там, скажут же, да, надеюсь? Когда там, когда пускать? Так и приемники. У нас же еще на время же все это. Вон, 53 минуты. Ну, я думаю, успеем. Я, конечно, вспоминаю, что не с первого раза в верхней центральной части отображается информация. А, все, я понял. Приготовьтесь к опусканию такоприемника. Опружающийся дорогу. Ты тут еще мне мешаешь. Приготовьтесь. То есть, еще не опускать. Так, знак указать машинисту, когда нужно опустить атакоприемник, чтобы избирать соприкосновения с контактной сетью, не находящейся под напряжением. Хорошо. Упустите атакоприемник. Понял. О, смотри, а это оставили. А, вон там знак был. Кстати, ни разу не видел на железной дороге, честно. В комментариях напишите, если видели, вот такой вот синенький, с синенький, получается, ромб с квадратным, ой, что? С белым прямоугольником внутри. Честно, ни разу не видел. Вот. Ну, мне как написали, опять-таки, под предыдущей серией, которая по прологу была, что такое бывает, когда, я так понимаю, меняется... А, ну, на постоянных, то есть, типа, на постоянном токе сеть у нас здесь, поэтому приходится опускать. Или на переменном, наоборот. Не, по-моему, на постоянном именно так. Ну, по крайней мере, как мне написали. Вот. Огромное черт, всем спасибо. Спасибо. Сейчас. Давайте продолжим движение. Так, вот еще железнодорожный сигнал показывается, кстати. Зелено-желтый. Это зеленый. По локомотивному... Там зеленый диск стоял. Так, что дальше? Смотри, то есть, тут все, можно ехать, в принципе, в пределах 60, да? А, не забудьте перезапустить двигатели после опускания, а затем поднимите их снова. Слушай внимательно. На столовое время выполнить свое первое задание. А я... Ладно. Мы должны показать им, что ради защиты наших интересов, мы пойдем на связи и прибегнем к самым жизненным мерам. Все, перезапустил, нормально все. Ближайший железнодорожный мост, ключевой пункт для логистики Девшинской группировки. Поздоровались. Но что все-таки? Вместе работаем. Все идет через этот пункт. Если мы его разрушим, это нанесет им сильнейший удар. Мы прорезуем издействие и решим возможности влиять на ситуацию. Я верю, что ты сделаешь все необходимое, чтобы достичь наших целей. Жди дальнейших указаний. Кстати, надо тормозить. Вот так, к слову, просто. Там потому что вот дальше красный идет. Там, правда, мне что-то говорили четвертое-пятое, да? Но я, честно, друзья, с этим еще не так хорошо знаком. Электричка! Блин, вот та самая. Какая ностальгия, реально. Ностальгия пипец. Даже у нее еще вот эти вот, то, что я говорил, вот такой вот белый потолок с квадрай... Ой, с этими... С деревянными такими вставками. Это же вообще просто. Такая ностальгия, реально. Я просто успел покататься. В детстве, правда, было, но я помню их. Вот этот деревянный, где еще в моторном вагоне посередине вагона такой шкафчик стоял, да? Где, я так понял, какое-то электрооборудование было. Вообще, реально, ностальгия. Просто голову ударила. Оборудован L77, L186, L143. А вот что это, кстати, значит, друзья? Кто знает, напишите в комментариях, пожалуйста. Я, к сожалению, такого еще не знаю. Ну, вот эти лампочки, кстати, да? Но это как в метро, не знаю. Но я их реально только в метро видел в стареньких вагонах в Санкт-Петербурге, которые желтые такие, внутри были, с деревянными окнами, в которых еще посередине окна была такая, бери этот, палочка. Ну, как это сказать? Перемычка. Вот, деревянная тоже. Реально, ностальгия. Ну, в общем-то, я думаю, для этого игру и сделали, да? Отчасти. Отчасти для этого и сделали, потому что реально для многих людей приятно. Почувствовать себя, во-первых, в роли машиниста. Как-никак, что тебе тут? Понимать электровоз не может ускоряться, уменьшить мощность. А, это типа этот. Пробуксовывание. Слишком резко мощность увеличил. Так, ну где там красный-то уже? А, я хотел приблизить, верно, забываю, что... А, во, на правой кнопке больше приближения. Понял. Так, я еду сейчас с 18. Ну и, собственно, вон там уже красный видно. Так, давай всё-таки на восьмёрочку. Доедем. Надеюсь, успею. Я думаю, время идут с запасом нам дали. Вполне. Вполне с запасом. Или вот я не знаю, если тут час, то... Ладно, уже давайте так. В начале серии не сказал. Моя ошибка, согласен абсолютно. Тормози, тормози, тормози. Всё затормозил, всё в порядке. Всё нормально? Да, всё, мы ждём, пока поезд проедет там. Да, он же едет? Ну да, вон едет, всё нормально. Так, мне, правда, опять-таки, говорю, учили, как тормозить, но я... Как-то, ну... Не знаю, там какие-то сложные слова. Я понимаю, что в реальной жизни всё по-другому, но всё-таки это игра. И тут всё-таки хочется больше как-то, ну, не знаю, покайфовать. Конечно. Так, ну что, он там едет, нет? Едет, едет, едет. Всё нормально, всё. Так, давайте пока запись проверю. Секунду. Так, всё, друзья, запись всё нормально, слава богу. Всё записалось. Может быть, погулять пока. Посмотреть, как он красиво проедет. Чё-то варняк? Похоже. Жажда. Чё он так пить-то хочет? Зима же вроде. Опа, молочка. Привет! Дарова, 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 дарова. Так, это вот какой-то грузовой. Так, ладно, давай пойдём готовиться. А тут всё-таки реверсивное движение. Не хочется, так сказать, своих коллег задерживать, да? Так, всё, зелёный. Вовремя я вошёл. Так, это отпущено, получается. Ну, кстати, по правилам, по-моему, не так, да? Вот никак я сейчас сделал. Там немножко по-другому надо. Там, по-моему, сначала немножко тяги, потом отпускаешь и вот так едешь. Ну, чтобы назад, типа, не скатиться. Ещё плюс вагоны. Ну, и опять-таки, вот эти все тонкости, я всё-таки на железной дороге не работаю. Я так, чуть-чуть знаю. Поэтому, да, конечно, буду рад, если вы меня поправите, напишите, как на самом деле. Потому что, ну, реально интересно. Мы же, как бы, пассажирами ездим, снаружи смотрим, а вот как всё внутри, это только знают те, кто работает на железной дороге. Так что, господа машинисты, не знаю, осмотрщики, кто всё знает, расскажите. Реально будет интересно почитать. Так, ВЛ-10. Книжечка. А можно её? А, ой, ничего себе, реальные прочитать можно. Так, ну, давайте, наверное, потом почитаю. А, это типа я мог как обучение... Всё, я понял, боже мой. Я даже не посмотрел, что её почитать можно. Я говорю, её не было. А может и была. Ну, вы в комментариях написали, если я посмотрю. Так. Так, ну, давай, как-то побыстрее. Так, понял. Побыстрее не получится. ЭПК, кстати, давно не срывало, да, как будто бы. Ну, сейчас сорвёт. После моста, смотри, раз, два, три. После моста сорвёт. Так, белый. Белый, это разрешаются манёвры. Интересно, к чему бы это? Опа, Никитос. И у него пакет и взрывчатку. Точно, мы же тут ещё сейчас будем. Ой-ой-ой, друзья, что нас сейчас ждёт? Вы просто сейчас будете в шоке. Ну, для тех, кто не смотрел пролог Эдема, опять-таки, да? Так, давай быстрее уже, разгоняйся. Реально, хочется как-то проехать. Только единственное, напрягаясь, что нет метки, как бы, где основ... А, по-моему, я читаю игру, мне кажется. Ну, реально прочитаю, прочитываю вот так вот, как тетрадку, учебник. А что, кстати, в Новосибирске за река? Я просто к своему стыду не знаю. Опять-таки, друзья, напишите в комментариях. Реально будет интересно почитать. А, ну или вообще, насколько похожа, да? Вот, собственно, игра вот эта вот. На Новосибирск, ну, в реал-лайф, настоящий. Будет интересно почитать, посмотреть, насколько они все это, так сказать, реализовали в настоящем. Но они хоть и, конечно, и написали сами, перед тем, как я... Вот я. Сказал, что где-то на мосту будет. Вот. Сказал, что реально, что, ну... Слушайте, я забыл мысль уже, подожди. А, вот, точно. Разработчики написали, что, типа, там может отличаться и так далее. Но все-таки, наверное, плюс-минус-то похоже, а может и нет. Вот кто в Новосибирске живет, был, напишите. Реально интересно будет тоже почитать, посмотреть, пообщаться, сказать с коренными жителями и гостями города Новосибирск. 400 метров, но я думаю, можно ехать, потому что у меня скорость какая, подожди. 28, кстати. Ну, с 28 дней я быстро заторможу. С вагонами, конечно, но нормально. Плюс я сейчас и так торможу же. За счет вес, по-моему, небольшая горочка. Ну да, вот он сам притормаживает. Без газа. И без тормоза. А, вот сейчас разгоняется. Сейчас тормозит, подожди. Ну, вообще, тут перепады есть. Ну, кстати, не знаю, но вот этот поворот, мне кажется, на 60 бы не заходил. Ни при каких обстоятельствах. Так, а вот тут у нас начинается двухпутка. Наверное, можно тормозить. Там 4-5, да, 4-5, но надо сначала притормозить. 4-5, это вот это, да, получается. Не, не, вот 4-3 здесь. Тут типа есть торможение, а есть аварийное. Так. Залочил. Отпустил. Пусть заряжается. Так, все получается. Идем к Никите. Так. Здорово, Никитос. Че, как дела у тебя? Как жизнь? Как сам? Ради этого момента я трудился часы, дни и недели на планет. Как терротехник я творил волшебство в воздухе. Разноцветные вспышки и узоры, это словно мои кисти, рисующие восхитительные картины в небе. Угу. Я ухожу отсюда. Я всегда должен действовать профессионально и заботиться о безопасности. Ну да, 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 да. Чел взрывчатку делает. Взрывчатку на мосту. Только смотри, не взорви при этом свой поезд. У тебя на это 15 минут. 15 минут. Ну, побежали, чего. Да, друзья, сейчас реально мы будем взрывать мост. Ну, то есть, просто, как бы, реально. То есть, чисто машинист. Да, пришел на работу. Попил пивка. Опохмелился молоком. Поел консервов. Доехал до какого-то Никита, который ему отдал взрывчатку, сказал, что он озаботится о безопасности, да. И просто сейчас машинист бежит, закладывает взрывчатку на мосту. Ну, то есть, я не знаю, я так понимаю, я не знаю, это как, типа, что это? Как они это, конечно, все сделали, я не знаю. Ну, придумали в плане. То есть, я не знаю, это знаете, как этот какой-то боевик, машинист и мафия, да. Ну, собственно, это так и есть, по сути-то. Туман еще такой, смотри. Красота. Так, давай, тап. Взрывчатка. Вместо, давай, вот алкоголя. Все-таки я это... Так, ну и надо сейчас бежать будет, да. Да, бежим. Но поезд, вроде, не должен свой подорвать. Как говорится, где-то уже такое видел, да. Так, там 30 секунд, да, по-моему, было. Так, ну давайте вот так я назад, назад. Во, назад бежать умеет, это вообще, конечно, зашибись. Давайте вот так посмотрю. Просто, вроде, меня не должно задеть. Я вот тут встаю. Ой, ё-моё. Вот каждый раз не ожидаешь, реально. Каждый раз боишься. Ходит и второй раз. Ух ты. Сто баксов сюда. Супер, заработали. Давай я, кстати, еще звездочку. В прологе не было вот этой вот звездочки. Друзья, мне еще час пятнадцать дали. А пакет Борису... Ну, короче, да, друзья, еще, наверное, около сорока минут геймплея будет. Но, что поделаешь. Интересно, потому что интересно, зависаешь и реально хочется играть, хочется смотреть, что будет дальше, конечно же. Вот. Ну, я, кстати, думаю, что в этой серии все-таки мы просто допройдем. Так, что тут у меня? Давай все-таки, пожалуйста, сделаем реально по-правильному. Троечку. Это отпускаем. Во. И вот так я должен тронуться был. Да, все, нормально, едем. Просто так, по-моему, более правильно. Плюс я сейчас на горочке стою небольшой, насколько я увидел. Осведомим всех, что мы едем. Ну, пока прикольно. Пока прикольно. По прологу еще, помнишь, вот такие приколы. Плюс у меня еще, вон, есть два пистолета. Автомат калашникова. Давай, кстати, посмотрим на него. Подожди. А стрелять на какую? Держать Е, чтобы убрать из винтаря. А, вот, прицеливаться, все, окей. Просто, прикинь, вот так вот машинист едет такой на себя, такой. Опа, ты что, фоткаешь? А у меня разрешение спасил? Такой, бам! Да. Ну, что, всякое бывает. Все-таки. Жизнь, она такая, суровая штука. Так, что, немножко. Да, кстати, игра весит 26 гигабайт. То есть, ну, реально, вроде бы немного, да? Но, я так понимаю, по геймплею они-то прямо ее должны были, наверное, доработать. По сравнению с прологом. Вот. Но сегодня это, считайте, просто, так сказать, вспоминаем, да, что было. Соответственно, те, кто не смотрел серии, просто смотрят то, что было в прологе. И буду дальше, конечно, прохождение продолжать. Вот. В выходные. А может, эта, так сказать, серия в субботу выйдет. Не знаю, посмотрим. Как пойдет. Как пойдет, как поедет. Так, надо побыстрее, а то у меня времени-то не особо мало. Так, понял. А пока, кстати, не сработало. Должно сейчас сработать. Скоро. Ну, я по этому помню, опять-таки. Так, тут, кстати, в этой штуке, да, я помню. Снимал. Ну, красота, опять-таки, да? Смотри. Оп. Ну, реально. Мост тут. Так, все, мы должны уже скоро приехать. Там, правда... А, ой, я хотел этот... В кабину вернуться, случайно паузу нажал. Прошу прощения. До 60, да, и 33 еду. Давай еще поставим. Так, ну, пока я не знаю, типа, по поводу снижения скорости. Просто белый это разрешение маневров. Все. Поэтому пока едем. Сколько положений? 15-е положение уже. Здорово, здорово, здорово. А это какая, подожди? Та... Снизит скорость, понял. Ограничение 40. Тихо, 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 тихо. Та сейчас с рельсов еще сойду. Оно мне надо. А че они друг за дружкой-то прям едут? Так, все, я думал, можно отпускать. Так, тихо. Все, нормально. 40 километров в час. Ограничение скорости. Хорошо, что есть такие подсказки, кстати. Реально помогает. Что он подлагивает, стало не понимаю. Может, это, конечно, только у меня. Надеюсь, на записи все нормально. Ну, как-то стало прям подлагивать. Не знаю, насчет оптимизации игры. Так, знаки начала опасного участка и конец опасного участка указывают границы опасного участка, на котором поезда должны двигаться со снежинной скоростью. Это могут быть строительные площадки, зоны ограниченной видимости и участки повышенной опасности, например, дорожные переезды и тому подобное. Вот сейчас, кстати, знак был. Кто не видел, назад перемотайте. который, этот, белый круг с черной окантовкой и черная горизонтальная палка. Насколько я знаю, привет, это знак для этих снегоочистителей. Опустить нож, по-моему, да? И вот этот вот, с вертикальной, это поднять нож. Так, а по стрелке сколько ехать? Так, это я просчитал уже. Все, F. Конец опасного участка. Ну вот, да. Хотя опасного, подожди. Ну вообще, не знаю, я смотрел, что вроде эти знаки для снегоуборочной техники на жизнедороге. Так, опять-таки, профессионалы, прошу вас в комментарии. Потому что что-то у меня не сходится. Моя информация, которую я знаю, с тем, что вот тут игра пишет. Увеличьте скорость. О! Ты ж моя родная. Так, все, давай. Опа. На десяточку. Отцепите вагоны с углевной станции Новосибирс. Главный на первом пути в шестой платформе. Борис, вагоны. Подожди, а куда мне так гнать-то? Мне же останавливаться надо. Вот, надо уже это, притормозить. 800 метров. А я гоню. Главное не проехать. Так, тихо, не то, не то, не то, не то, не то. Руку, руку, руку. Так, подожди. Зона отцепления вагонов. 300 метров. Торможу. Реально, лучше перетормозить, а потом подъехать, чем не дотормозить. Давай, отпуск, притормозили. А, я еще и сюда еду. Ничего себе. Так, 500 метров. Зона отцепления вагонов. Стрелка. Ну, стрелка не очень интересна мне. Борис. Так, это, в общем, Новосибирск главный, друзья. Мы прибываем. Как говорится, добро пожаловать. Вообще, кстати, желтый, когда там зеленый сейчас горел. А, это, наверное, потому что мне останавливаться надо. Скорее всего. Надо перестрелковать, остановиться. Подожди. Я дурак. Кретин. Ничего страшного. Фух. Слава богу, я сейчас, честно, друзья, очень испугался. Я думал, так, все, тихо, хватит воздух выпускать. Испугался, что сейчас мне гейм-овер скажут. Но, слава богу, нет. А, я думаю, что мне стрелку показывать? Типа, одна стрелка и стрелка. А я что-то не подумал, что ее перевести надо. Так, ну, получается, давай назад отъедем. Два длинных, поехали. Ну, бывает, че. Так. Где там стрелка-то? А выгнать могу, нет? О, могу, подожди. Окей, все, понял. Так, хорошо, что он так останавливается быстро. Так, тут сотка, да? Все нормально, да. Так, ну, пойдем стрелку переводить. Просто проблема в том, у меня же вот 30 минут, да, я думаю, я успею. Я думаю, я успею. А почему-то это когда пролог проходил, да, у меня, по-моему, не получилось. То есть, почему только 30 минут, в общем-то, это же много времени. Там у меня, по-моему, 15 оставалось, я не успел, да. Ну, или что-то такое. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, подожди, поспешил. Сначала вот так вот. Просто тоже, чтобы успеть. Так, отпускаем вот это вот. Один длинный, поехали. Это отпущено, все нормально. Давай разгоняемся потихонечку. Да не, успею, все нормально. Можно пока даже покусить, перекусить. Раз. А Гоут ушел, понял. Потом, так, подожди. Молоко попить. Так, все, руку, 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 руку берем. Да не, 29 минут я успею, че вы тут. Это быстро. Вы видите, потому что третий раз уже прохожу. Даже четвертый, потому что тут я с первого раза-то не прошел тогда. На прологе. Главное не переехать. Хоть написано, что впереди зеленый. Но зеленый... А, ну да, получается-то который. В конце станция. В смысле, платформа стоит. Ну да ладно. А вот интересно, у нас пассажирские перевозки будут, нет? Просто я бы на электричке покатался с удовольствием, если честно. Реально. Так, сколько по станции? Ну, как будто бы около 15, да? Но я чуть побыстрее поеду, думаю, ничего страшного не произойдет. Но все равно лучше снизить, убрать, чтобы не разгонялся он. А потом аккуратно притормозить. Вентиляторы, кстати, работают. Так, там что-то написано, подожди. Поезд запрещающих сигналов является тягачейшим нарушением дисциплины. Кабина 1. Хорошо. В смысле? Понятно. Вот. А почему я тогда не успел-то? Вот в прологе думаю. Че это за? А, или я, может, стрелку проехал дальше. Пострелили. На одни и те же грабли, получается, попался. Похмелье. Ну, похмелье... Ну, не, похмелье пусть будет, ладно. Оно само уйдет. А то я сейчас буду его убирать, будет добавляться алкоголь, а потом по новой. И так по кругу. Так что пусть он... Яблочком, пусть яблочком похмелится. Подожди. Или чем? А, точно, у нас же грейпфрут есть. Грейпфрутом покушает. Так, ну, как раз таки этот не нужен. Во. Фрукты тоже, знаете, полезны для здоровья. Особенно машинистам. Здесь мозговой процесс. Так, ну, вот так аккуратненько едем. Привет, привет. Вот там, кстати, я не посмотрел, есть ли там... Машинист, да, в этом плане, но ладно. Ну, я так понимаю, нам в конце красной зоны лучше остановиться, да? Типа это лучше всего будет. Ну, я думаю, остановимся, чё. В принципе, скорость у нас какая сейчас? 9. То есть это я сейчас очень быстро остановлюсь, если нажимаю. Поэтому давай уже доедем до конца. Ну, почти, да, вот где-нибудь. Вот тут можно начинать тормозить уже. И всё равно я немножечко, да, не доеду. Ну, да ладно. Нормально, нормально, нормально. Нормально. Так, всё, он никуда не уедет. Так, что получается, мне вагон отцепить, да? Или, подожди, или что? Подожди, а может, доехать надо? Стой. Подожди, подавай, подожди. Стой, стой, стой. Да, просто переживаю, реально, что тут гейм-овер будет, придётся заново. Вообще не хочется заново. А, ну там не заново, ну там сохранение есть, конечно. Правильно, они же автоматически проходят как-то? Сохранить. Руководство по эксплуатации. Вот даже здесь есть. Давай, чуть-чуть подъедем. Да, можно даже этим, я думаю. Он затормозит. Всё нормально? Подожди, или что же сделать надо? А, наверное, нужно вагоны отцепить, да? Как будто так, давай только, чтобы не охлаждалось. А то замёрзет наш машинист. Отъебись! Знаешь, этот наш... Блин, я же убрал, подожди. Ты понимаешь, как бы, ну... Реально, ты как бы, ну, ты понимаешь, сейчас ошибку допустил, мужик? У тебя что, какие-то проблемы? Сейчас у тебя проблемы будут. Понимаешь? Понимаешь? Что, блядь, делаешь? Не шути сам... Ты что, охуел? Блин, ну я бы, если честно... Я просто сейчас боюсь, что меня сейчас со всех сторон тут пошмаляют. А, шмаляют. Поэтому, да. Ну, просто интересно было проверить. А, вот он горит. Реально можно было это... Ещё тогда. Так, всё, давай, соответственно, раз. Всё. Выполнил. Так, пакет Борису доставить. А, было. Было это в прологе. Побежали, побежали, побежали. Да, друзья, как-то, не знаю, и так серия получается длинной. Наверное, давайте я её вот такой вот оставлю. Сейчас пакет донесём. И закончим. И в следующей серии, которая выйдет 100% завтра. Не знаю, правда, когда завтра. Я не знаю, когда и это просто выйдет. Вот, я, соответственно... Так, не поедет же он сейчас? Надеюсь, не поедет. Оп. Паркур, нормально. Вот. Соответственно, продолжим. Там уже будет что-то новое. Ну, я постараюсь, наверное, в пятницу. Реально постараюсь. Но, может, не получится. Тут, как говорится, не от меня зависит. Много факторов. Так, а тут? Закрыто. Подожди, закрыто, закрыто, закрыто. 900 уже, смотри. Я хоть и что-то понапокупал, да? Но я уже, считай, в ноль вышел. Так, а давай... Тут можно? О! Кайф. Просто я помню, кстати, в прологе от... А, понял. Просто... Ладно, в общем, не важно. Так, Борис, Борис, Борис. И больше не Борис. Интересно, что же в этих чертежах? Дайте мне пакет. Сейчас, давай, держи. Интересно, а если я вот этих вот персонажей... А, я должен, типа, понял. Надо его взять, наверное, пакет сначала. Так, где он там? Пакет для Бориса. Но больше на коробку похоже. Так, ладно, давай, держи. Я очень люблю изучать новые и пополнять свои знания. Я уверен, что эти материалы помогут мне улучшить результаты. Удачи. Удачи. 25. Но можно было бы, честно, как-то и побольше дать. Так, а почему... Отличная работа. Благодаря твоему профессионализму мы пробились на самове. Так, хорошо. Мне нужна твоя помощь. Нам нужно отменять небольшую сумму фальшивых денег на настоящее. Иван сейчас в баре на станции Новосибирск-Восточный. Он отлично умеет подделывать деньги. Он придаст тебе конверт с фальшивыми деньгами. Ага. Получение конверта от Ивана. Я тебя понял. Так, друзья, никогда так не делайте. А, что? Это тут... Ты же... Чего? Нормально тебе? Ты тут как бы едешь? Ладно, это всё игра, понятное дело. Но есть некоторые нереалистичные моменты. Что электричка к другой электричке просто так как бы подъезжает вплотную. Ну да ладно. В общем, друзья, эту серию я на этом заканчиваю. Следующий... Блин, пока сорвало. В следующей серии я обязательно, соответственно, продолжу проходить. Будем смотреть, что будет дальше. Потому что, опять-таки, говорю, очень-очень интересно. Реально, что же будет дальше. Потому что всё, что вот сейчас я... Открывайся ты. Открывайся. Что же будет дальше? Потому что... В прологе мы всё это уже прошли. То, что я вот сейчас вам показал. Просто для тех, кто мало не смотрел. Вот. Поэтому, друзья, Суис, конечно же, как всегда, вам. Огромное спасибо всем за просмотр. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. Обязательно, чтобы вы увидите следующую серию. Ставьте колокольчик, чтобы их не пропустить. Ну и, если поддержите, я буду вам только благодарен. Поэтому огромное спасибо всем за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok